вы имеете в своем окружении такого человека когда который когда с вами разговаривает он очень часто повторяет слово понимаешь понимаешь что-то говорить и время от времени повторяет понимаешь эту манера речи но она о чем-то может говорить про человека такая привычка говорить понимаешь она имеет смысл и я бы это оправдал если человек на самом деле нам что-то разъясняет может на рабочие очень важно проверить насколько до нас дошла информация которую он передал в точности иногда даже хорошо если эту работу дачи он спрошу должен спросить ты можешь повторить что я тебе сказал как ты понял то что я тебе объясняю да тогда это имеет смысл это практически мы когда у человека просто манера речи повторять ты понимаешь возможно он очень уверенный в собственной право че человек думает что вот то как он размышляет то что у него его представление о мире о проблемах разных девах там она истинная и он очень умный а другие менее и когда так человек себя считает понимая понимаете это такое заблуждение потому что все люди правы в своих глазах у всех есть своя собственная логика которая им дает какое-то представление о том или другом и что с этим дальше делать человек который у которого низкая самооценка он не хочет быть дураком он верит в этот догм что он прав ему очень трудно будет выслушать другого человека который его противоположное мнение вообще выслушать даже трудно не то что принять эту информацию потому что он еще бы принял то оказалось бы что он дурак он ошибался долгое время он чего-то не знал а тот знает он умнее он лучше нечто такое происходит в голове человека которого отсутствует смирение которого низко самооценка и который часто будет повторять ты понимаешь понимаешь он же понимает а ты нет на самом деле даже если мы что-то о чем-то знаем мы можем узнать это лучше когда мы готовы выслушивать других и нас это не раздражает что у людей другая точка зрения по какому-то вопросу это очень полезно слушать и меч открытый ум поверьте вот это есть особенность черта людей очень умных мудрецов этого мне ученых таких которые даже еще во многом разбираются у них очень хороший аналитический ум много знаний они все равно людей слушают молодых слушают их точку зрения их мнения учитывают они согласны или нет они это выслушивают барь берут во внимание не перебивают у них нет такой наклонности учить потому что он уже много прожил знает больше чем чем другие вот очень таких умных людей у мудрецов другой подход они любят слушать других людей а скорее всего все эти люди менее опытные и моложе их я знаю что ничего не знаю это высказывание философа на самом деле так и есть чем больше мы разбираемся в какой-то областью чем больше мы знаем тем больше появляется новых вопросов это факт можем с таким кольцом сравнить наш разум он же понимаете как кольцо на на корчинки и внутри наши знания есть граница кольцо это граница между тем что мы знаем чего не знаем снаружи очень много того чего мы не знаем когда мы приобретаем знания у нас это кольцо нарушается внутри кольца наши знания и все больше и больше и таким образом увеличивается граница между тем что мы знаем нет эта линия становится длиннее эту линия вопросов открыто где мы можем дальше учиться она с каждым годом становится более длинной когда у нас больше знаний еще больше вопросов появляется это факт поэтому если мы хотим развиваться и ведь открытый ум мы должны учиться слушать даже если наши у нас есть убеждения а человек говорит что-то противоположное все равно полезно всегда выслушивать смиренно и с готовностью потому что вдруг мы узнаем нечто новое важно правильно от человека от которого мы даже не ожидали вот это есть путь развития но тут нужно смирение у меня не слушать не перебивать и не думать о том что вот я понимаю а другой может нет не спрашивать ты понимаешь каждый понимает что-то по-своему имеет такое право